Это самые дешевые TV приставки, которые идут уже на 13 андроиде То есть это новинки, которые только вышли Это одни из самых дешевых приставок в принципе И эти приставки поддерживают 8К То есть что мы получаем? Мы получаем самую низкую цену Мы получаем последний 13 андроид И мы получаем даже то, что нам обещают, что она даже может открывать 8К То есть вот эти три выгоды И обычный человек скажет, ну блин, это ж классно То есть я покупаю приставку с последним андроидом по низкой цене И которая даже может открывать 8К Характеристики, конечно же, здесь будут обычные 2 гигабайта оперативной памяти и 16 постоянной Но я думаю, что большинство людей это не смутит Потому что ценник очень и очень низкий Я думаю, что обычный человек, увидя эти характеристики Скорее всего, захочет купить такую приставку И моя задача в этом ролике показать Что может такая приставка с вот этим новым процессором от ROGCHIP Приставки у нас имеют следующее название Это X88 Pro 13 и H96 Max То есть железо у них абсолютно одинаковое Вот так выглядит их коробочки Вот эта маленькая голубенькая от X88 и ниже H96 Max Что хочется вам показать первое, на что обратить ваше внимание Это длина HDMI кабеля Он очень короткий, здесь где-то полметра, может даже меньше То есть он реально короткий И скорее всего вы будете покупать его отдельно У H96 Max чуть-чуть длиннее Но в принципе тоже не длинный Хотя вот именно, кстати, как в H96 Max В большинстве приставках именно вот такая длина То есть как видите, где-то на сантиметров 30 он будет короче То есть насколько удешевили X88 Я считаю, что это самое глупое удешевление, которое можно сделать Настолько короткий HDMI То же самое с блоками питания То есть они абсолютно одинаковые 5 вольт 2 ампера И тоже вопрос к длине То есть вот я сейчас Вот здесь их нашел То же самое Где-то сантиметров 30-35 У H96 Max кабель длиннее То есть если вы купите такие приставки То скорее всего H96 Max вам хватит Чтобы дотянуть это все дело до телевизора А в X88 Pro у меня было все в натяжку То есть если у вас телевизор будет далеко от розетки То здесь вам придется по-любому покупать HDMI кабель отдельно Следующее это пульты управления Вот так они выглядят Вот это у нас от X88 Это H96 Max Как по мне вот этот будет поприятнее В плане того, что он будет меньше Здесь лучше эргономика И скорее всего для смарта вам должно его хватить По факту здесь у нас стоит чистый Android И обоими пультами пользоваться будет крайне неудобно Потому что в чистом Android в идеале Нужно либо подключать мышку Либо покупать отдельно пульт с курсором И с голосом Здесь пульты ужасные Скорее всего вы захотите что-то докупить Мне прислали вот такой еще джойстик Если честно за эти деньги Сколько он стоит Я бы лучше попросил пульт с гироскопом Я никого ничего не просил Мне прислали просто вот такой джойстик Заодно и проверил То есть как это все будет работать Но скажу сразу Если бы у меня был выбор Как у покупателя Покупать вот такой джойстик Или пульт с гироскопом и с голосом Я бы купил пульт с гироскопом и с голосом Чем вот такой джойстик Следующее это разъема То есть по разъему у нас тоже все абсолютно одинаково Единственное что у приставок разная форма То есть они немного будут по-разному расположены Итак у нас идет два USB разъема С синеньким выделен USB версии 3.0 Также есть картридер То есть можно сюда карту памяти расширить Дальше у нас идет подключение интернета кабелем напрямую Один HDMI для подключения SPD То есть подключить оптику Можно звук подключить И даже есть AV Чтобы подключить старый телевизор То есть в принципе по разъему у нас абсолютно все одинаково Итак я подключил эти обе приставки И что хочется сказать первое Самое интересное что в H96 Max Мне пульт понравился больше Но он у меня оказался обракованный Когда нажимал кнопку ОК Срабатывала команда вниз То есть как будто он нажимал вниз То есть ОК кнопка у меня не работала Это благо что мне прислали этот джойстик И я пользовался полностью этим джойстиком У X88 этот пульт работал Но в принципе он мне не нравится Давайте с главного Зачем люди покупают TV приставки Итак IPTV То есть смотреть каналы Через интернет Второе Это онлайн кинозалы То есть есть люди которые покупают для официальных кинозалов Есть которые люди покупают для сторонних Ну то есть пиратских кинозалов Сразу скажу здесь нет никаких сертификатов То есть такие приставки люди покупают Именно для сторонних кинозалов Следующее это торренты онлайн То есть можно ли чтобы приставка сразу качала Сразу транслировала фильм в хорошем качестве Ну и понятно YouTube там браузер и все остальное То есть вот это основные выгоды И я поэтому когда тестировал эти приставки Я это все установил И для меня важно было проверить работоспособность Вот этих моментов Что будет важно для вас То есть вы хотите вот это И моя задача вам рассказать Как это все работает на этих приставках Давайте начнем сразу с характеристикой с оболочки Как и сказал в начале ролика У этих приставок абсолютно одинаковые характеристики Процессор ROGCHIP 3528 2 гигабайта оперативной памяти 16 постоянно То есть все одинаково Но у этих приставок разные оболочки Кстати здесь еще заявлено Что эти приставки поддержат Wi-Fi 6 К сожалению мой роутер не поддержит Wi-Fi 6 И проверить я это не смог И вообще в принципе сомневаюсь Что это будет так работать Как заявляет производитель Если другой блогер это будет проверять Мне будет интересно Но я не вижу смысла Сейчас объясню почему Итак что вы должны самое главное знать о TV приставках Первое Что в приставках очень важным моментом является процессор То есть популярный он или не популярный И какая стоит технология И вроде как здесь новый процессор от ROGCHIP Но архитектура здесь старая Cortex-A53 Частота 2000 герц и 28 нанометров техпроцесс То есть это все очень старая архитектура И старый техпроцесс То есть процессор у нас вроде как новый Но очень дешевленный по старой технологии сделанный Вторая проблема у ROGCHIP В том что он не популярный То есть на него практически нет прошивок Это там 1-2 прошивки То есть хороших прошивок на него нет К примеру Slimbox Vortex вы прошивку на него не поставите И это плохо Потому что инструменты Чтобы было пользоваться приставкой максимально удобно Самое классное это в Slimbox и Vortex Которые ставятся отдельно То есть какие инструменты вы можете поставить на приставку Допустим автофрамрейт Чтобы приставка заставляла телевизор менять частоту И у вас была частота телевизора и частота сигнала одинаковая Чтобы картинка была мягкая Без разрывов, без дергания Второе Допустим HDMI SIG Это чтобы можно было пользоваться одним пультом управления Таймер, управление кнопок и так далее То есть инструментов в принципе достаточно интересные Которые могут быть Здесь этого всего нет То есть минус ROG чипа То, что он не популярный И на него нет хороших инструментов Хорошей оболочки Плюс эту оболочку скорее всего поддерживать не будут То есть маловероятно, что будут выходить какие-то обновления Что-то будут улучшать То есть это самые главные минусы Ну и самый-самый главный минус Это то, что ROG чипы Они греются То есть у этих процессоров Проблемой является нагрев И первым делом я решил проверить именно это То есть я зашел в эти приставки И сразу установил тротлинг тест И X88 Pro грелась просто нереально То есть у него шкала уходила в красный И это сразу чувствовалось То есть действительно, когда я пользовался приставкой Она очень сильно тупила То есть эту приставку я бы крайне не советовал Несмотря на то, что здесь железо одинаково H96 Max работал лучше И в тротлинг тесте шкала уходила в желтую отметку То есть не так, как здесь в красную и в бордовую А в желтую То есть процессор тоже сбрасывал частоты Но это было хотя бы в рамках разумного И пользоваться ей было более комфортно То есть сразу скажу, что Почему я говорю, что нет смысла тестить Wi-Fi 6 и все остальное Обе приставки работают не особо быстро, как хотелось бы А X88 просто нереально тормозит Просто вот тормозит жестко И много что закрывалось и не открывалось По приложениям Значит есть опять же непонятные две проблемы Первая проблема Или это процессор Или это то, что здесь стоит 13 Android Плеера, которые самые популярные для приставок Это Vimo Player и Max Player На обоих приставках выбрасывались То есть они не загружались И чтобы открыть фильм У меня осталось два варианта Либо через коди, которые предустановлены Либо через встроенный медиаплеер То есть фильмы, кинозалы у меня открывались только через коди И через медиаплеер Я проверил торренты У H96 Max 20 гиговый торрент открывались Больше не смог, потому что интернет у меня сильно тормозит И непонятно было, то ли это интернет, то ли приставка не справляется По поводу IPTV то же самое В принципе работало хорошо X96 Max для IPTV хватит вам А X88 даже IPTV подтормаживало То есть не всегда тормозило, но иногда были рывки Поэтому сразу скажу, что X88 я бы не советовал вообще То есть это самая ужасная приставка H96 Max в принципе еще более-менее То есть если у вас основные моменты Это IPTV, онлайн кинозалы И просмотр торрентов небольшого веса То в принципе этой приставки вам должно хватить И еще у этих приставок нет поддержки последнего кодека AV1 То есть интересный момент, что 8К нам на коробочке нарисовали А вот последнего кодека AV1 здесь нет Ну что, давайте подведем итоги Как видите, маркетологи всегда делают свое дело То есть вот нарисовали нам 8К Нарисовали нам, что здесь у нас идет 13-й Android И нарисовали нам классную цену И многим, скорее всего, это понравится Но по факту это ужасные приставки Потому что здесь слабые инструменты Здесь оболочка не до конца переведена Здесь не будет нормальных прошивок Потому что процессор редкий Этот процессор греется, он сбрасывает частоты И все эти моменты Тоже Wi-Fi 6 и все остальное Оно не нужно, потому что у вас приставка будет тормозить Потому что у вас приставка даже не все будет открывать То есть не все приложения будут сюда подходить То есть конечный результат в том, что вы будете недовольны покупкой И хочу сказать спасибо магазину, который мне их прислал Чтобы я вас отговорил от покупки Я не знаю, конечно, насколько они обидятся или нет после этого ролика Но могу посоветовать У этих ребят есть хорошие приставки Я вам ссылочку оставлю в описании под видео Я вам советую покупать приставки на процессоре X95X4 Только потому что это популярный процессор С ним меньше проблем И на него есть прошивки То есть даже если вы купите какую-то бюджетную приставку Но с этим процессором Вы сможете найти прошивку от Slimbox или от Vortex Поставить, у вас будут все инструменты И оно у вас будет хорошо работать И скорее всего не будет никаких проблем с открытием И со всем остальным моментом То есть вот эти приставки я бы брать не советовал Спасибо, что посмотрели Не забудьте подписаться Я стараюсь для вас Спасибо, пока-пока